Капитальный ремонт школы номер 3 в Козловке выбивается из графика. Директор уже нервничает, прокуратура начала проверку. Репортер Рифат Фадкулин выехал на место и постарался решить задачку для первоклассника с одним неизвестным. Оказалось, без курса высшей математики не понять, как два плиточника за 30 дней могут отремонтировать 15 школ. Запах краски, шум дрелей и стук молотков. В школе номер 3 в Козловке вовсю кипит работа. Еще бы! Подрядчик отстает от графика на две недели. По его заверениям, верят с трудом. Причина отставания в том, что нехватка рабочих, проблема невозможна найти работников. Сам подрядчик не может пока справиться с этой ситуацией. С нашей стороны мы уже ведем переговоры с подрядчиком, мы пишем претензиозные письма. На объекте работают всего два плиточника. К ним никаких претензий. Директор школы признается, чтобы успеть в срок, нужны хотя бы две бригады. По три человека в каждой. Только вот где их взять, не знает никто. Понятно, что капремонт такими силами не сделать. Капитальный ремонт составляет полностью общая строительная работа, общая ремонтная работа по всему объекту. Это замена окон, дверей, линолеумов, санузлов, электрика. Замена плит и комплексная работа уже на фасадной части здания. Выяснилось, подрядчик набрал 15 объектов в разных районах республики и за ее пределами. Как ситуация складывается на них, можно только догадываться. В третьей школе Козловки с ужасом ждут 1 сентября. В прокуратуре начали, так сказать, классную работу. В конце поставят оценку. Такое положение дел нас не устраивает. В связи с этим нами, прокуратуре Козловского района, подрядчику объявлено предостережение. В случае, если подрядчикам не будут выполнены в срок, предусмотренные муниципальным контрактом, к нему будут применены меры, вплоть до привлечения к административной ответственности. Удастся ли добиться выполнения подрядчикам своих обязательств, станет известно с первым звонком на урок, ровно через месяц и 7 дней. В школе учатся около восьми сотен детей, из них половина в начальных классах. Возможно, первый раз в первый класс кому-то из них придется идти в свою детскую, поближе к компьютеру, на дистанционный урок. Рифат Фадкулин, Юрий Марков, Республика.